Футбольный гость, футбольный клуб, пассажир Тьяго Силва. Обратите внимание, капитан команды. Легендарно выглядит расстановка Лейпцига, потому что мы знаем, что эта команда очень гибкая. И говорить о том, что они будут играть 4-3-3, вот прямо сейчас, просто невозможно. В следующей Лиге Чемпионской стадии. Все дают клятвы отдать этому полуфиналу все, что только можно. Все возможные эмоции, все силы. И, конечно, наверное, каждый друг для друга говорит какие-то важные слова. Решительным жестом Бьерн Кюйперс отправил стильный Юлиан Нагельсман в своем красивом пиджаке, интересного покроя. Убран именно этот город. Удар поворотом, рикошет. И внимательно за этим рикошетом после удара Кристофер Ангунг усмотрелся. Качивает свое соперника. Великолепная изящная передача. Удар, штанга. И мяч после удара Неймара, облизнув штангу, отправляется за пределы поля. Кимпембе тоже хватается за голову. Управданный эпизод с Димарией. Вот смотрите, какой провал. Но это мяч, который, ну, в первую очередь, в любом случае придется разобрать дополнительно при помощи видеоассистентов. А во-вторых, Бьерн Кюйперс показывает. Я видел, мяч попал в руку. Кампель, подача. В одно касание не удалось пробить. Но Анхелиньо слишком далеко отпустил мяч. И многоопытный Тьяго. Еще раз под правой, а потом удар поворотом. Серхио Рикона. Сильный прострел, и мяч попадает. Подача. Димария. Удар поворотом. Неймар полез в обыгрыш. И Конрад Лайнер сфалил. Довольно жестко. Неймар в привычной, уже запатентованной позе расположился на газоне. Но если ты все время идешь в обыгрыш, и тебя бьют. Димария подает. Удар. Гол. 1-0. Это Маркиньес. Это великолепный Маркиньес. Открывает счет уже на 13-й минуте. Было видно, что в своей штрафной площади футболисты Лейпцига не всегда чувствуют себя комфортно. И вот эта подача от вратаря в гущу игроков, где точно должен быть тот, кто здорово играет головой. Таких в составе Парижа предостаточно. Особенности. А тем временем передача в глубину на Мбаппе. Удар. И Петр Гулача выручает. Футболисты Лейпцига предъявляют претензии. Разве не было офсайда? Главный вопрос эпизода. Мячом. Упамекано. Нет, не коснулся мяча. Но что бы там ни было, мяча вообще никто не коснулся. И мяч в итоге введет сверху. Сан, падение, Камполь. И арбитр, возможно, отложит штрафной. Потому что нарушение правил было. Это было здесь, показывает Бьерн Кейперс. Но у нас полуфинал Лиги Чемпионов. Удар поворотом. Кетрах. Для центрального защитника несколько необычная форма самовыражения. Потому что мы привыкли к тому, что такие вещи используют атакующие игроки. Как, например... Поднул мяч Лаймер. Передача. Удар в ближний угол. И вот теперь момент уже более серьезный у Исупа Фольсона. Ноль голов в этой Лиге Чемпионов. Но когда-то же должно прорвать. Подача. Ух ты! Как хотел перехитрить сейчас Петера Гулача. Бьющий Неймар. Вот это да! Это называется Кураш. Вы видели? Анхель Димария. Упамеканом. Неймар. Длинный заброс на Мбаппен. Он снова в окружении своих садей. Юлиас Тухель. Петер Гулач и передача штрафной площадь. Димария 2-0. Димария 2-0. Петер Гулача уже ошибался в этом матче. И сейчас совершенно неожиданно пасует чужому. Один из лучших вратарей Бундеслиги. Многоопытный Петер Гулач. Против Мбаппе. Тот пасует мягко Неймар. Удар! Смотрите на их лица. Они смеются в полуфинале Лиги Чемпионов. Кажется, что им все... Ошибка. Арбитр здесь не останавливает игру. Останавливает. Штрафной на последних секундах. Немного вальяжная перепасовка. И Даня Ольма зарабатывает штрафной. Причем и с желтой карточкой. Потому что это блокировка. Было видно, что Кюперс дает свисток об окончании первого тайма. Спешит в раздевалку Юлиан Нагельсман. Ему нужно многое сказать своим парням. Второй тайм. Я почувствовал с тем же Дортмундом. Безумные 3-3. Но там тоже потребовались превходящие обстоятельства. Будут ли они сегодня? Посмотрим. По крайней мере, у нас Бьерн Кюперс дает свисток к началу второго тайма. Швеции. Анхелиньо. Передача. И вот момент. Мстрица здесь. Работать. И нарушение правил. Патрик Шик получает по ногам. Один из двух вышедших на замену. Ногу пошел сам дальше. И сам пробил поворотом. Оружается. Не было нарушения правил. Еще одна подача. Удар. Гол. Это 3-0. Это 3-0. Кевин Кампель возмущается. Пока 3-0. Пока 3-0. Потому что есть еще люди, которые могут этот мяч отменить. Пол Ван Букел его зовут. Это видеоарбитр. Который в случае чего готов. Удар поворотом. На месте. Серхио Рико. Он не может фалить, потому что у него желтая карточка. Но вместо него это делает Конрад Лаймер. И желтая карточка теперь уже австрийцу. И, конечно, Альфонсо Дэвис. Удар поворотом. Подача. И удар поворотом. Показалось, что мяч вот-вот облизнет сетку, но нет. Мбапе. Мбапе не забил, хотя передачу отдавал ему Ди Мария. Он сегодня... В это время Мбапе забег. Удар. Гулачи наконец-то спал. Вот так Петер Гулачи останавливает Киллиана Мбапе. Ну а Томас Тухель. И удар поворотом. Еще один пас. Внимание. Форсберг. Удар поворотом. И Кимпембе мощнейшим ударом бьет куда-то в неизвестном направлении. Сначала он здесь выручивает. Компанию зрителям этой атаки. Неймар. Справятся защитники. Подача. Рикошет. Борьба. Неблиния. Он устал уже бегать, поэтому его здесь настиг. Тило Керами ногами на фланг. Неймар меняется позициями. С теми, с кем даже меняться не должен. Штрафной удар. И идет в обыгрыш так смело, как может быть даже не ходил в чемпионате Бразилии за Сантос. Желтая карточка Юсуфа Поулсона. Подбор. Еще один. Мощный удар. Мяч отбит. Это тоже пас между. И это возможность забить, как ни странно. Прострел. Удар. Мяч. Еще удар. Может играть в одно касание. Он и играет. Внимание. Мяч подает в руку. И остается у Лейпцига. Укатываясь скучно за пределы поля. Все остальное. Дальше Тайлер Адамс. Дальше Форсберг. Опасно. И вот этим жестом, останавливающим игру, фиксирует историю. Парис Энджермен впервые выходит в финал Лиги Чемпионов. Неймар падает. Нет, не в изнеможении. У него Кубок Чемпионов уже есть. Он ждал, когда есть. Будет возможность доказать, что и без Месси он... Продолжение следует...